Девушки отдыхают И тогда на крыше дежурили жильцы, готовые сбрасывать вниз зажигалки Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жибрак Вот и историю московского купечества рассказывали по-разному До революции потешались над их чудачествами и кутежами В советское время они стали эксплуататорами, а в новой России флагманами капитализма Их именами называют торговые центры Ну а мы с вами вспомним купцов-меценатов Мишко Меценатами называют богатых покровителей искусств и наук Третьяковых, Рябушинских, Бахрушиных, их имена на слуху Но это только вершина айсберга В Москве десятки предпринимателей тем или иным способом способствовали развитию общества Торговец тканями Петр Щукин Сперва собирал предметы по делу Образцы мануфактуры, ковры Но коллекционирование захватило его А начав собирать предметы русской старины Он был вынужден серьезно погрузиться в изучение истории Другие коллекционеры подшучивали, что Петр Щукин не приобретет предмет Прежде чем не соберет о нем полной библиографии Вот и заказав Постройку собственного дома на Малой Грузинской В Рейденбергу Щукин едет с архитектором в Ярославль Изучать сохранившиеся древние постройки Чтобы его дом был исторически достоверен Крылечко перерисовали с одной постройки Видите, здесь гирьки, как в 17 веке Кровлю с другой Балкон пришел с палат бояр Романовых на Варварке Ну а внутри все было так же оформлено под старину И заполнено древностью Причем какой древностью? Современные историки говорят Что если находят предмет с литера Ища Из коллекции Щукина Это гарантия того, что вещь первоклассная Скоро коллекция перестала помещаться в доме И в конце 19 века архитектор Эрихсон Выстроил специальный музейный корпус вдоль улицы Ну а в 1905 году Щукин передал свое детище государству Но до конца дней оставался директором музея Из своих средств платил зарплату семи сотрудникам Пополнял коллекции Сегодня здесь тоже музей Но уже не исторический, а биологический Лишь одну вещь из своей коллекции Щукин никогда не выставлял Большую работу Ренуара Она висела у него в спальне После смерти Петра Его брат Сергей выкупил картину И обнаженную Ренуара Увидела широкая публика Глядя на этот скромный фасад Не скажешь Что в доме Посадова с Пасской жил не просто покровитель искусств А сам Савва Великолепный Так современники называли Савву Мамонтова Строитель Ярославской и Донецкой железных дорог был разносторонне одарен Неплохо лепил, профессионально пел Писал пьесы и сам ставил их Он окружил себя плеядой художников, режиссеров, артистов, музыкантов Причем окружил в прямом О непереносном смысле слова Художники у него и столовались, и жили Например, в этом доме Врубель работал над сидящим демоном А на даче Мамонтова Васнецов написал богатырей Как-то, изучая биографии архитекторов московского модерна Я обнаружил в списке имя Михаила Врубеля Но он же художник Оказывается, Врубель построил Ну, скорее, нарисовал фасад Вот этого флигеля Позади особняка Мамонтова И попал в архитекторы Как и Виктор Васнецов Который возвел церковь в загородной усадьбе мецената В своем особняке Мамонтов ставил домашние спектакли Размах у которых завидовал сам Станиславский Шились настоящие, а не бутафорские костюмы Декорации писали Головин, Врубель, Васнецов А на сцену выходили профессора консерватории И артисты лучших московских театров Из домашних спектаклей Выросла русская частная опера Для размещения оперы Мамонтов снял театр Солодовникова Вы не слышали об этом театре? О самом Солодовникове Я вам сейчас расскажу Предприниматель Гаврила Солодовников Был крайне прижимец в делах Но когда надо, умел расправить плечи Он начал строить театр на пересечении Кузнецкого моста и Дмитровки И архитектор Терский Зная скупость хозяина Спроектировал маленькое здание Но Солодовников хотел Чудо И в результате Терский построил зал На 3100 мест Вы не удивлены? В соседнем большом театре Было 2300 кресел А здесь почти в полтора раза больше Это один из фасадов театра Солодовникова Правда, лестницы были узкие Вентиляция плохая А в зале много неудобных мест Филитонисты немедленно окрестили новый театр Дмитровским сараем А Антон Чехов назвал его коробкой из-под спичек Именно этот театр арендовал Мамонтов для частной русской оперы Именно на этой сцене он предъявил зрителям главный козырь своего коллектива Молодого, талантливого певца Шаляпина Неизвестного широкой публики и недооцененного режиссерами Шаляпин написал в воспоминаниях, что меценат сказал ему Феденька, в этом театре вы можете делать все, что хотите Нужны костюмы? Скажите, будут костюмы Нужно поставить новую оперу? Поставим оперу Это одело душу мою в одежды праздничные Кстати, именно узнав историю этого театра Я понял, почему Мамонтов в гостинице «Метрополь» Задумал оперный зал на три с половиной тысячи мест Ему нужно было перещеголять Солодовникова Когда-то открывался занавес Вступал оркестр в сто человек И зрители с замиранием сердца видели на сцене декорации Написанные Врубелем, Поленовым, Воснецовым От этого великолепия сохранился огромный плафон над нашими головами Нарисованный Коровиной Но в театре давали не только оперу В 1896 году здесь прошел первый показ фильмов братьев Люмьер Так как театр горел в 1907 году и перестраивался А затем реконструировался в советское время, то многое изменилось Пять ярусов, задуманные Солодовниковым, сохранились Но убрали неудобные места Оркестровую яму вдвинули в портер Сегодня здесь Московский театр опереты И в зале 1680 мест Кроме огромного театра Гавриле Солодовникову принадлежал огромный магазин Солодовниковский пассаж на Кузнецком мосту Там сейчас новый корпус ЦУМа Приобрел он его прелюбопытнейшим образом Гавриле по секрету сообщил товарищ, что сторговал магазин Просили 2,5 миллиона, а сошлись на двух Гаврила немедленно бросился к продавцу И выкупил доходное место за два с небольшим Что ж, дружба дружбой, а денежки врозь Владелец театра и магазина был притчей во языцах в Москве 19 века Солодовников был анекдотический скуп в личной жизни Питался на два гривеника в день Когда обедал в трактирах, то просил подать вчерашние кашки Полкопейки порция Ездил в экипаже, у которого в резину была обута только задняя пара колес Приговаривая, что кучер и так поездит А когда расстался с гражданской женой, то начал судиться Чтобы не платить ей и детям содержание Ох, как потешались газеты Над владетелем пассажа разразился страшный гром Этот миленький папаша оказался под судом Хорошо знавшая торговых королей прошлого Марина Цветаева писала И за сим с колокольной крыши объявляю Люблю богатых За их корень гнилой и шаткий С колыбели растящей рану За растерянную повадку Из кармана и вновь к карману За тишайшую просьбу устых Исполняемую, как окрик И за то, что их в рай не пустят И за то, что в глаза не смотрят За их тайны всегда с нарочным За их страсти всегда с рассыльным За навязанные им ночи И целуют, и пьют насильно Но это личное отношение поэта А потомкам остались роскошные магазины, музеи И перебеленная история купечества Без лишних скабрезных подробностей На церемонии закладки Московской консерватории Гаврила Солодовников воскликнул Да будет музыка И бросил в раствор 200 рублей серебром Как символ тех 200 тысяч Которые он дал на строительство нового здания Правительство выделило 400 тысяч А московский меценат 200 тысяч рублей Именно благодаря деньгам Солодовникова Появилась возможность построить Роскошную центральную мраморную лестницу Как писали газеты того времени Это был знак духовного возвышения человека Под действием высокого искусства У Солодовникова была амбициозная мечта Он хотел шагнуть в высшее сословие Стать потомственным дворянином У купечества был путь Нужно было построить музей, училище, больницу Получить по соответствующему ведомству Как попечитель чин действительного статского советника А вместе с чином вожделенное дворянство Но то ли Солодовникову не повезло То ли в городской управе не одобряли его чудачество Но меценату предложили построить Клинику венерических и кожных заболеваний при университете Гаврила Гаврилович подумал-подумал И несмотря на смех недоброжелателей Больницу построил Дворянство получил Автором проекта был главный архитектор университета Константин Быковский Он автор почти всех зданий Клинического городка на Девичьем поле У Солодовникова была только одна просьба Не присваивать клинике его имени Я читал, что режиссер Лентовский Спрашивал Солодовникова Куда ты, старик, свои миллионы денешь? И тот отвечал, вот умру Узнаете, кто такой был Гаврила Гаврилович Солодовников Вся империя обо мне говорить будет В завещании предприниматель не забыл никого Двоюродной сестре 20 тысяч Ее дочери 50 Даже артельщику 10 тысяч Самый большой кусок достался старшему сыну А вот младшему, который вопреки воле отца Избрал карьеру офицера Сущие крохи На момент смерти Состояние Солодовникова Оценивалось в 21 миллион рублей Родственникам и знакомым он завещал миллион А на благотворительность передал 20 Не знаю, был ли подобный случай в мировой истории А в России такого точно не было По завещанию Солодовникова Был построен в том числе И вот этот огромный дом Дешевых квартир для одиноких Ему дали несколько ироничное название Свободный гражданин Здание на улице Гелеровского Поставил архитектор Барт Внизу были прачечные, библиотека, магазины Но наверху уже меблированные комнаты Здесь было электричество, вода, лифты Квартиры действительно стоили недорого Всего 5 рублей в месяц И по традиции сюда сперва заехали чиновники Но затем уже появились и рабочие Мишка Следующего мецената и благотворителя Вспоминают, как и Солодовникова Не часто Хотя москвичи прекрасно знают его дом Это украшение земляного вала Здесь, в усадьбе Высокие горы Размещалась прекрасная коллекция картин Текстильного фабриканта Герасима Хлудова Он первый оценил талант Перова Приобретал работы Тропинина, Айвазовского, Боголюбова Если надо выделить самую яркую картину из его собрания Я бы отметил разборчивую невесту Федотова Усадьба была построена Доминика Жилярди В 20-е годы 19 века Для чьи торговца Усова Ну а при Хлудове ее отделали Как тогда говорили на английский манер Прекрасный парк, спускающийся к Яузе Оранжерея, Птичий двор, Зверинец Здесь пировали министры финансов Российской империи И иные тузы Усадьба была столь ухожена Что ее даже собирались приобрести На императорской фамилии Хлудов финансировал реставрацию Крутицкого подворья Жертвовал на церкви А откуда шли деньги? Герасим вместе с братом Алексеем Построил крупнейшую в мире Кренгольмскую мануфактуру в Нарве Мануфактуру полного цикла От производства пряжи до обработки ткани На ней работало 12 тысяч человек У Хлудова умер горячо любимый сын Надежда на продолжение семейного дела И прижимистый, не сильно заботящийся О своих работниках фабрикант поменялся Он решил поставить недалеко от дома И московской фабрике В сыромятниках большую богадельню Проект заказали строителю самых помпезных московских сооружений Например, знаменитых сундунов Архитектору Фрейденбергу Хлудов выделил сначала полмиллиона А затем еще 200 тысяч На строительство и обустройство богадельни Ну а затем члены его семьи построили по сторонам Дома бесплатных квартир и училища И сложился целый благотворительный городок Где все Проживание, питание, лечение, образование Для презреваемых было бесплатным Ну, правда, проживавшие здесь вдовы Должны были работать в богадельне Мальчиков содержали до 13 лет А девушек до 18 В советские годы про Хлудовых забыли Даже сотрудники размещавшегося здесь физического института А под куполом домовой церкви была столовая Считали, что в здании до революции был публичный дом Нет бы повесить доску Напоминающую, что здесь на средства семьи Хлудовых Проживали 570 вдов с детьми В богадельне содержалось 105 человек В ремесленную школу ходили 60 девочек А в начальную школу 95 мальчиков Совсем рядом В Хомутовском переулке Жил второй брат Алексей Хлудов Его дом был известен вечерними беседами На которые собиралась московская интеллигенция Интересующейся отечественной историей Крупный предприниматель-промышленник Общественный деятель Алексей серьезно занимался древностью Он поддерживал Румянцевский музей Финансировал реставрацию палат Аверкия Кириллова На Берсеневской набережной Но больше всего Хлудов был известен своей уникальной коллекцией Она состояла из 600 древних рукописей И 700 первопечатных книг Среди его сокровищ были записки князя Курбского Сочинения Максима Грека Списки 100 глава Сегодня это собрание в историческом музее Самая древняя рукопись Даже называется по имени владельца Хлудовская псалтырь Манускрипт написан в середине 9 века В Константинопольском студенском монастыре В эпоху иконоборчества И проиллюстрирован Острополемическими картинками Почти карикатурами На одной из них Рядом с распятием Иконоборец замазывает божий лик Причем использует те же сосуды и инструменты Что и мучители Христа Как это должно было быть близко Старообрядцам Хлудовым С одной стороны гонимым С другой нетерпимым Следующий наш герой Представитель очень известной фамилии Все Морозовы поддерживали искусство Савва финансировал МХАТ Иван собирал импрессионистов Михаил был директором музыкального общества Алексей создал музей фарфора А Сергей Морозов организовал кустарный музей Здание для кустарного музея В Леотевском переулке Построил в русском стиле Архитектор Соловьев Не надо думать Что кустарный музей Был только выставочной площадкой Морозов создавал учебные мастерские на местах Помогал крестьянам продавать свою продукцию А в этом здании был постоянно пополняемый За счет Морозова музей образцов Которые ремесленники могли копировать Причем часть образцов были действительно древними А часть были созданы художниками Работавшими под старину Братьями Васнецовыми Поленовым, Головиным Сотрудники кустарного музея Помогли после революции Приспособиться промыслам К новым условиям В древних иконописных центрах Палихи, Мстерия, Халуе Начали расписывать посуду и игрушки Сотрудники музея Участвовали в возрождении кжельской керамики Кстати По преданию Первую русскую матрешку Художник Малютин Расписал именно здесь В Леонтьевском переулке Помимо неучтенных частных событий Пожертвований До революции 250 московских купцов Передали купеческому обществу Или городской управе Больше 10 тысяч рублей То есть кто-то дал 50 тысяч А кто-то и 400 А 11 человек Пожертвовали больше миллиона К сожалению В сегодняшней Москве Очень мало табличек Напоминающих о создателях Больниц, училищ, музеев, галерей Несправедливо Однако Во время нашей передачи Мы постоянно вспоминаем Меценатов и благотворителей прошлого До встречи через неделю Но уже в другой Москве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова